Всем привет! Это новый выпуск шоу Book Life. Меня зовут Мавлуда, и мы начинаем. Анна Юкунина, российская артистка театра и кино. Ее знают по сериалу Склифосовский. Ее героиня Нина уже не первый год самая любимая среди зрителей. В московском доме книги Анна Юкунина представляет монолог женщины, поэзию 20 века, стихи Роберта Рождественского, Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко. Мне очень интересно слушать стихи, поэтому мне хотелось бы узнать, как Анна Александровна рассказывает стихи в своей версии. Моя любовь к поэзии началась через него, благодаря ему. Поэтому монолог женщины, опять же, и вообще любые стихи, которые написала он, я обожаю, и очень бы хотела услышать в исполнении Анны Александровны. Я не слышала, как она читает стихи, и мне очень интересно услышать это в ее исполнении. И она томно ждет, прислушивается к шагам, и вдруг входит он, ну Людовик или Дартаньян. Что? Дартаньян не оттуда. Ну что-то не важно, Марья Васильевна. Монолог женщины. Это про чувства, эмоции, про то, как этот мир виден женщине, которая любит, не теряет веру и надежду на лучшее, а женщине в судьбе поэтов и в музыке. И чтобы лучше узнать, что есть этот монолог, давайте обратимся к Анне Александровне. Творческий вечер вы назвали «Монолог женщины». Что вас вдохновило? Почему «Монолог женщины»? Потому что в свое время я вообще начала читать поэзию именно с этого произведения, именно с монолога женщины. Роберта Ивановича Рождественского, дочь, поэта, мне это доверило. Это так началось. И с тех пор я вообще стала читать стихи. И поэтому это такое для меня знаковое дело. Оно является просто для меня путеводителем и стихотворения, ну и название соответственно теперь в моих, так сказать, творческих, поэтических вечерах. Как вы выбирали произведения к этому вечеру? Почему именно они сегодня прозвучали? Ну, выбираешь жизнью, читаешь поэзию, любишь ее. И то, что тебе ближе к сердцу ложится, то, что близко именно к этой теме, к монологу женщины, чтобы это было о женщине, об актрисе, о недосказанном, о волевом, о любви, о жизни. Женщина, ну как, ей все равно проще читать о любви. Женщина же это понимает. Естественно, лирика. Если бы вы написали книгу, то как бы она называлась? Сегодня вы в своем вечере об этом сказали. Ну, знаете, это еще сначала надо писать, а потом думать, как бы она называлась. В любом случае, езжу Станиславскую, да, «Моя жизнь в искусстве». Вот тут была бы и моя, что-то еще такое. После рождения второго ребенка вы приостановили карьеру на 7 лет, насколько нам известно. Не было ли вам страшно вновь выйти на сцену театра? Ну, 7 лет было достаточно, да, таких не сильно работающих. Так сложилось, я сейчас не буду об этом долго говорить. Вот, и все. А потом, что значит, страшно, не страшно. Назвался артистом, как говорится, полезай на сцену. Полезай в кузов, говорят, тут полезай на сцену. А страшно, это никого не должно волновать. Пошел в профессию, никто тебя спрашивать не должен. Мы находимся в Московском доме книги. И что бы вы посоветовали нашим зрителям, что бы почитать? Может быть, у вас есть что-нибудь любимое? Читайте, во-первых, читайте обязательно классику, и причем перечитывайте. Ну, взрослые, наверное, все знают, что вот то, что мы читали в детстве, все перечитываешь уже во взрослом возрасте, потому что совершенно по-другому читаешь того же Достоевского, того же и Толстого, и Лермонтова вообще. То есть у нас в школе как-то еще это мы маленькими не понимали масштаб вообще гениальности этих писателей. Поэтому сейчас такие издания, такие книги, вот я иду по книжному, и глаза разбегаются. Вот жизни не хватит, чтобы столько всего этого прочитать. А вообще книга – это единственный наш учитель. Там все ответы на наши вопросы, все в любимых авторах, в близких авторах. Мы всегда найдем там ответ. Все для нас гении написали. Просто читайте, заставляйте себя, идите и заставляйте читать обязательно. На этом все. С вами была Мавлуда. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok